Я хочу записать видео для соседей и для жителей города, которые никак не могут понять, что такое психологический терроризм и то, что они вытворяют. Мало того, что им про нас рассказывают чушь, то с этим сталкером отправляют всякие различные сообщения, видео, как они называют вчерашний день, они покупают. И травят людей просто несуществующей правдой, потому что это все монтаж. Когда они херачат по биополю, они говорят всякую чушь, плюс включают аудиальный эффект, когда слышно голоса в голове. И когда тебя просто заставляют им отвечать, потому что человек хочет разобраться, в чем проблема и зачем это все ему делается. Они начинают через биополю считывать вашу речь. И в итоге собирать из этого монтажное аудиальное видео. И скорее всего, что через эти волны они также получают ваше виртуальное тело, которое они тоже монтажируют, уже под вас, возможно, даже видео на квартирах снимают. Соседи, значит, участвуя в этом, долбят, ходят в стены, кричат. Все это сопровождается еще другим аудиальным эффектом, про который, если бы они залезли хоть один раз посмотреть видео на ютубе про психотеррор, они бы знали, что даже через воду можно передать сообщение, через любые чипсы, через птичку, которая рядом села, что как будто бы она разговаривает. И людей уже записывают в шизофреников, хотя на самом деле все это психотеррор. И для тех людей, которые ходят, смотрят в окна, ходят, смотрят на вас на улице, что-то проходит, говорят мимо вас, которые занимаются конкретно гангсталтингом, которые выглядывают с такими взглядами, что типа вы дура, тупорылая, ненормальная, что вас выставляют идиотом. Просто могут парней, вон даже педофилами выставляют, что люди ходят и косо смотрят в спину и так далее. Значит, для вот этих вот людей, которые не понимают, что это такое, немножко объясню, что вы травите человека. На самом деле психооператоры, которые сидят и смотрят через спутники, они облучают и с оборудованием сидят какие-то тоже психи в соседних каких-то квартирах, откуда это все тащит, все эти облучения. Значит, эти идиоты не понимают, что когда они человеку ставят, как через волновой эффект отправляют или через мозг отправляют какой-то сигнал, то ему реально больно. И он страдает. И если это все делает постоянно, то это все влияет, естественно, на организм. Человек себя плохо чувствует. То есть они могут ударить по почкам, по сердцу. Что это не только ударит. То есть они могут, ну, они ночью, они просто насилуют организм. Они могут прийти изнасиловать вас. То есть вы будете чувствовать, как вас тычат в одно место. Вы будете чувствовать, как держат вас руками. Как они это делают. Может быть, вообще в какие-то в астральные вещи входят и уже этими делами занимаются. Но просто я хотела еще сказать для жителей своего города, я думаю, что они меня слышат сейчас и понимают. Потому что я знаю, что они в городе уже меня слушают. И я хочу для них сказать, что вы насилуете человека, когда над ними и так психооператоры сидят. Которые вас же считают тупорылым мясом. Которые вас используют. И они правознают все. И облучают они не только одного человека. Они видят вас через глаза, через вот эти все звуковые эффекты, через спутники. Они вас тоже изучают. И найдут за что тоже наказать. То есть Бог у всех один. И когда вы ходите насиловать и смеяться. И когда вы хуйню ходите записывать. Чтобы заставляете человека, чтобы он вам отвечать начал на идеалку вашу. Когда вы все это пишете и заставляетесь идти с ума. Чтобы вы, соседи вместе с полицией в этом сраном городе, понимали, что вы травите человека по-настоящему. И этот человек живой. И может быть следующее. Когда вы его убьете. Как вы говорите, что ее надо убить, изнасиловать. И когда вы в реальной жизни говорите, что надо уже идти ее насиловать. И когда вы говорите человеку, что вот в этой квартире, которая на тебя смотрит, там убийцы сидят. Вот вы, когда вот это все сделаете, убьете уже наконец-то человека. Вы вспомните, что они могут уже прийти к вашей дочери. Потому что вы человека убили. Вот вам нужно хотя бы самим задуматься. Я знаю, что меня уже слышат здесь в моем городе. И слушают, и знают. И вам самим нужно задуматься хотя бы вообще хоть о чем-нибудь в этой жизни. И понимать, что она не строится только на ваших игрушках. Те, кто еще делают ставки, еще платят деньги за это все. В этих играх, которых в головах. Им придет вообще еще свое наказание. Я думаю, что они понимают, о чем я говорю сейчас.